здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжаем беседы о ветхом завете и сегодня обратимся к псалмам псалтырь особенная книга они очень много есть специальных исследований толкований и для людей церковно верующих и для интересующихся истории ветхого завета так вот специфик специфика этой книги требует мне обращаться не только за толкованиями и какими ведь может быть поучениями которые конечно дает очень богатая псалтырь и есть в частности на портале экзогет замечательный беседа отца олега стеня его с толкованием 118 псалма именно к нему мы сегодня тоже обратимся но не для толкований с тем чтобы прочитать его в контексте прочих текстов ветхого завета дело в том что весь ветхий завет следовало бы читать и понимать в контексте всего корпуса этого многосотлетнего огромного сам предания записанного и хранимого и ветхозаветный и новозаветной церковью именно как часть целого понимаемая в контексте целого важно любая книга ветхого завета и особенным образом это ясно при чтении псалтири мы будем с вами следить за параллельными местами подряд к тем или иным стихам 118 псалма и в этом в этот корпус обозреваемый причине псалма входит не только первые книги ветхого завета но и новый завет вплоть до апокалипсиса иоанна богослова во всем отзывается то что узнана понятым пережито давидом и высказана в его псалмах это касается любого псалма но чем чем особенно отличается 118 он самый большой как известно его между прочим читают при поминовение усопших почему об этом стоит потом поговорить хотя в нем нет ничего о смерти или о поминовении это вообще не тема для ветхозаветной рефлексии он начинается тем же словом каким начинается первый псалом но и другие псалмы конечно родственные пафосу и смыслу 118 вот возьмем например строчку из предыдущего 117 псалма отворите мне врата правды войду в них прославлю господа вот такой позыв у давида когда он обращен к богу прославить бога он одновременно ищет правды и только через переживание правды божией человек по-настоящему может свидетельствовать о боге из этого кстати мы можем легко заключить что любое толкование изучение исследование анализ какой угодно священного писания вне опыта веры понимание божественной правды такое исследование изучение внимания не даст реального плода так вот ведь псалом любой не однажды и вся псалты постоянно читается в церковных богослужениях как ветхозаветные так и много заветной церкви это основной источник текста богослужебного салтырь вот мы таким образом понимаем насколько это один опыт сквозной один опыт боговидения бога понимания погружение в жизнь бога в конечном счете вот что именно содержится в писании начиная с первых книг завета и то что это так становится очевидно при чтении псалмов солом 118 начиная со словами блаженны непорочные в пути ходящие в законе господне слово блаженный следует понимать существенно блажен и жизнь не идет на совете нечестивых так начинается первый псалом что такое что значит блажен кого характеризует это понятие это прежде всего свидетельство о боге так макариус хотелось блажен бог и мы это прежде всего относится к богу мы в частности можем заметить это у апостола павла его послание первом послании к тимофею там есть две строчки которые очень выразительно это произносит по славанному благовестию блаженного бога как которые мне вверено так начинает по учение свое апостол павел и вот саму ученику тимофею или несколько позднее и несколько дальше вернее послание даже до явления господа нашего иисуса христа которые свое время откроет блаженный и единый сильный царь сам царствующих господь господствующих единый имеющий бессмертие который обитает в неприступном свете вот о царе царствующих о боге сказано блаженный и единый сильный царь и так блаженными порочные в пути ходящие в законе господним блаженство таким образом роднит и человека с богом человек как бы входит в опыт божественного божественности ощущает присутствие бога если он ходит в законе господнем и не порочен в путях этих прочитаем 1 9 стихов псалма и найдем к ним несколько соответствий ветхом и новом завете и так блаженные храняющие откровение его всем сердцем ищущие его они не делают беззакония ходят путями его ты запобедал повеление твоих ранить твердо а если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои я славила бы тебя в правоте сердца получаясь судам правды твоей как и 117 откройте мне врата правды войду в них прославлю господа я славил бы тебя в правоте сердца получаясь судам правды твоей буду хранить уставы твои не оставляй меня совсем как не нужно содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову твоему всем сердцем моим еще у тебя не дай мне уклониться от заповедей твоих сердце моим сокрыл я слово твои чтобы не грешить перед тобою благословен ты господи научи меня уставам твоим или церковнославянском тексте научи меня оправданием твоим уставы конечно если он понимать не просто как свод правил а именно как правду божию напрочь ему слова правило ведь от слова правда мы почти сейчас первые 12 стихов этого псалма вот что можем найти ветхом завете которые что нам как бы проясняет родство сказанного давидом и и сказанного иудеем еще через моисея в законе господнем из книги левит соблюдайте постановление мои и законы мои которые исполняя человек будет жив я господь бог ваш вот это тут стоит обратить на это внимание я господь бог наш ваш это существенные слова вот еще из второзакония и так храните и исполняете их постановление божие ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов которые услышав о всех всех постановлениях скажут только этот великий народ есть народ мудрый и разумный ибо если какой великий народ которому боги его были бы столь близки как близок нам господь бог наш когда мы призываем его так вот как и в книге левит храните заповеди ибо я господь бог ваш что тут существенно особенного что надо обязательно замечать богов у всех окрестных народов было бесчисленное количество и кто-то таковы это те какие-то силы духовные какие-то но демны или какие-то ангелы кто угодно какая-то духовно это сказать сфера мироздания которая могла влиять влияла на жизнь человека это который человек зависит который обращаясь понимал что он обращается к некой высшей силе но ведь догадка о единстве о единственности бога монадеистическая это сказать интуиция существовала и в древнейшие времена помимо израиля но это представление ну скажем философов древнегреческих единое некое первоначало вовсе не связывалось с какой-то живой человеческой нуждой человеческой жизнью самим бытием человеческим со смыслом жизни человека она была досягаемо иное и в человеке откровенно не нуждалась таким образом чтобы как-то ну не знаю достучаться можем да до высшие силы человеку было доступно некая только посредническая какая-то так сказать инстанция вот тем боги всякие не знаю там бесы и прочие и демоны которыми которые слышали это и заклинание и могли отвечать с какой-то заинтересованностью на приносимые им жертвы язычников и вот в чем исключительная особенность который напомнить и нам всегда откровение бога о себе самом данное аврааму и всем его потомкам тот кто-то является творцом мира кто не познаваем вездесущ не описываем невидим он одновременно окликает человека как нужного ему собеседника слова бога то есть того кто непостижимо и иной по отношению к человеческому существованию слова бога обращено к человеку и и оказывается человек в состоянии отозваться на его то есть человеке есть некое начало так сказать подлинности его личности которая не просто является биологическим психологическим душевным каким-то еще так сказать свойством человека а есть начало роднящие его с богом позволяющему с богом беседовать признать его единственного его своим богом никаких-то демонов которые охотно может посредничали бы с человеком чтобы удовлетворить его нужды и это было довольно для всех язычников нет сам творец вызывает к человеку и человек может переступая через все какие-то житейские нужды удобства и вообще интересы вдруг захотеть сблизиться с творцом вот это откровение бога себе выраженное слове возвышает человека поднимает его над всем сущим и над собственной даже немощью над собственной негодностью даже вспомним 50 псалом ведь давид обращается к богу чтобы быть с ним сознавая в свою преступность свою греховность но знает что у нет у него и можно него быть другого возвращение к жизни как возвращение к богу так вот это исключительная драгоценность которую и хранил израиль как сказано во второй законе ибо есть ли какой великий народ к которому боги его были бы столь близки как близок к нам господь бог наш когда мы призываем его это возвышенное ощущение сближения самим творцом узнавание непостижимого своей временности конечности с безмерностью и бесконечностью бога удивительно и просто каким-то прагматизмом никак не объяснимо если можно атеистам так сказать оставить рассуждение о том что люди испытывают религиозную потребность это потому что им нужно заклинать непонятные для них природные стихии пусть может быть и так и это будет заклинание бесов но оказывается человеку нужно и но и человеку нужен бог ради самого него ради самого бога и вот именно это постоянно звучит салмах мы можем тут обратиться прочитав то есть первые 12 стихов 118 псалма еще и такому может быть исключительно особенному тексту как послание апостола илана он говорит первом послании всякие рожденные от бога не делает греха потому что семь его пребывает в нем а вот что мы читаем 3 стихе 118 псалма они не делают беззакония ходят путями его то есть блаженны непорочные в пути не делают беззакония ходят путями его и это есть приобщение к богу это иное это иная жизнь это рождение новое хождение путями его слышали его слова и вот снова в первом послании апостола иоанна мы знаем что всякие рожденные от бога не грешит но рожденный от бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему вот это вот хранение себя тоже важнейшая постоянная тема всей псалтири или снова у иоанна уже в 15 главе его евангелие мы можем это сопоставить с девятым стихом 118 псалма как юноши содержать чистоте путь свой хранением себя по слову твоему апостол иоанн говорит евангелие вы уже очищены через слова которые я проповедовал вам конечно опыт давида и опыт евангелиста иоанна различные но они имеют один корень они в сущности говоря являются они в общем то это один опыт только в продолжении в развитии в углублении читая таким образом псалтырь мы понимаем что мы не от какого-то от ступени к ступени от эволюционного какого-то одного этапа к другому эволюционному этапу развития духовного продвигаемся там от 1 книг ветхого завета книгам нового завета мы все более глубже входим в тот изначальный опыт который человеку был дан и согласно которого этого данного опыта а именно откровение бога себе самом человеческая жизнь совершенно перенаправилась стрелка повернулась на путях человеческой жизни вернее сказать так не стрелка даже повернулась а путь возник никакого пути жизненного сознание людей древности на же самых так сказать преницательных самых глубоких самых так сказать углубленно ищущих духовно будь то и индуистское миросвотерцание или философское миросвотерцание древних греков не предполагала жизни как направленного пути с определенной целью такое понимание жизни человечки возникло только с откровение бога о себе самом который было дано аврааму и когда мы будем читать книгу исход мы это сразу находим очень такие точные подтверждения этому что самого начала как только бог открылся человеку сказано было иди выйди из земли твоей и иди туда-то и человек стал и пошел куда ему указал бог почему потому что бог указал и смотрите последние слова спасителя христа человеку это после собеседования с петром когда главное главное условия соединения человека с богом испытана с иисус спрашивает петра любишь ли меня трижды спрашивает трижды получает ответ ты знаешь господи что я люблю тебя после этого христос ему говорит иди за мною тут это оглянулся помните оглянулся на идущего следом иоанна и говорит спасителю а он что господь ему что тебе до того ты со мной иди вот последнее слово которое христос говорит человеку и одно относит нас к первому слову которое услышал человек от бога авраам выйди из земли твоей и иди и дальше книга исход и все дальнейшее и все дальнейшее в том числе и псалтырь указывает нам на это устает устремленность человека к встрече к не к единству к соединению с богом продолжим в следующей беседе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а и и и и и и и и